МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Читая жития святых, не устаёшь удивляться, до какой же степени смиренны были те, кого не был достоин весь мир. Люди, высокие по всем отношениям, по духовным дарованиям, были очень скромных о себе мыслей. Вот и сегодня церковь совершает память человека, чье имя означает маленький, Павел. И между тем человек с их был огненным столпом молитвы от земли до неба. Речь идёт о Павле Фивейском, первом православном монахе. Павел родился в Египте, рано остался без родителей, её воспитывали родственники. Из-за имущества, которое по праву принадлежало Павлу, Павел натерпелся от родственников много различных бед. В гонении Эдекия он узнал о том, что его желают выдать гонителям для того, чтобы, избавившись от него, завладеть его долей богатств, которые ему причитались. Павел убежал тайком из дома, где его воспитывали, и ушёл в пустыню, где прожил, как птица небесная, буквально питаясь, чем Бог пошлёт, и проводя ночи и дни в молитвах. Слушайтесь эту цифру, 91 год. Павел жил подвижником и отшельником. За это время он не видел никого из людей, и только ангелы помогали ему и укрепляли его. Он питался какой-то пищей, коренями, травами в пустыне, и впоследствии в середине его подвигов Господь благословил ему такую, значит, пальма финиковая росла там, где он трудился, и молился, и финиками её он питался, находясь вблизи источника воды. Однажды Антонию преподобному великому пришла такая мысль, «Наверное, я выше всех подвязающихся на земле, и нет монахов, подобных мне». И вот Антонию был ответ от Бога, что есть в глубокой египетской пустыне человек, который раньше тебя ушёл туда, и который выше тебя. Антоний предпринял длительное путешествие на поиски Павла, увидел его, нашёл его. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись, провели время в духовной беседе, и ворон, прилетевший, принёс им тёплый хлеб. Вкусивший пищей, помолившись, они должны были расстаться, однако Павлу пришло время отдать душу в руки Божией. Для того Антоний нашёл его, чтобы предать его христианскому погребению. Павел скончался на руках Антония, и Антоний похоронил его в пещере. После этого Антоний говорил, что я не монах, но я видел монаха, я видел Павла Февейского. После Павла осталась одежда, сшитая из финиковых листьев пальмовых, которую Антоний взял себе, как драгоценность хранил себя в келье, а одевал только дважды в год, на Пасху и на Пятидесятницу. Подобно Антонию, и мы можем сказать, что мы ещё не настоящие христиане, но мы знаем о настоящих христианах и стараемся рассказывать вам о них каждый день. Кроме носящих имя Павел, напоминаю, означает оно маленький, сегодня день ангела празднует Прохор, Гаврил и Пан Софий. С днём ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok